Ветер север-северо-восток, это навальный ветер, сюда по безопасности очень не подходит. Откуда вы нашел? Ну если вот так вот сообразить, вот откуда вы, это вот этот вот берег, да? Да, это вот этот берег, да, там дальше по горизонту Рыбинск-Череповец, так сказать. Вот так вот, прямо? Да, да. Так, а вот это вот мы поворачиваемся к реке Сить. Это устье реки Сить, здесь глубокий фарватер, сюда заходят метеоры, что в принципе удобно, здесь подойти можно. А, куда они, вот там вот они? Да, и напротив, вот где-то за краном, вот за кран, куда у них стоянка, как бы вот такой приходит, вместо стоянки. Вот сюда очень удобно моторизованными средствами подходить, осуществлять буксировку лыжников, вейкеров и все прочее. По реке вот туда? По реке, по реке, здесь под берегом прям свал идет, там очень глубоко, там фарватер идет сразу. А морской, так скажем, берег, он как раз плавный отход, очень удобен для стартов, для кайтовых стартов, для серфовых стартов, вот. И также очень удобный галцевый угол здесь получается, поэтому... Какие первые соревнования, Олесь, здесь будут проведены? Ну, помню, все. Когда? Где-то в июле месяце. Этого года? Этого года, в июле месяце. Это... Категорийные будут соревнования какие-то, или... Сначала любительский контест, так скажем, потом на категорийные соревнования нужно выдержать несколько, да, протокольных мероприятий. А условия проживания здесь какие будут? Ну, здесь будет кемповый лагерь, то есть он будет там, здесь вот по берегу, а также из контейнеров, блочных контейнеров, вот такой конструктив интересный, будет построен. Здесь сан-зона, гостиничный комплекс, это буквально будет через три недели. У нас все для этого готово, просто... То есть вот здесь, вот пока, здесь ничего нет, да? Здесь ничего нету, и вот эту площадку мы оставляем свободной для проведения массовых мероприятий. Ближе вот к тому лесу мы уйдем и сделаем там спортивную зону, спортивных площадок, они отсюда уйдут, будут объединены в единый комплекс спортивный. ГТУ площадки, пляжный волейбол, универсальная площадка, футбол может быть. А вот про соревнования, которые будут в июне, сколько вы спортсменов можете принять? Ну мы рассчитываем, мы уже к концу июня, соревнования мы рассчитываем провести в июле, к концу июня мы сможем принимать 300-350 человек. То есть мы, пока та сан-зона, которая будет сделана для этого, она уже готова просто. Вот 300-350 человек, это сколько всего человек тогда будет? Вот на каждого спортсмена сколько еще человек добавляется? Всего площадка готова, по опыту прошлого года мы вообще с нуля, то есть ничего не приглашаю, а здесь было тысячи человек. Ну то есть это в принципе в июне вот этот черкасовский мыс, он может уже примет тысячи человек, это спортсменов и болельщиков. Для открытия, если говорить не о спортивных мероприятиях, а о проходимости, о вместимости площадки, мы рассчитываем, мы для себя на данном этапе, на этот сезон ставим на привлекательное мероприятие до 3000 человек. Это комфортно, это те, кто будет себя чувствовать комфортно, это те, на кого мы сможем, так сказать, обслужить сейчас. Просто у нас уже, у нас готово в принципе решение по инфраструктуре, нам что мешает сейчас делать, это вот состояние площадки, потому что... Просохнуть должна? Да, она должна была просохнуть, потому что у нас стояла очень долго высокая вода, то есть в подпоре была почина критической границей. 102 максимум. Да, да, 102, а было 1,97, так скажем, и хватало там сантиметра. То есть большая вода где-то хорошо, а где-то большая проблема. Ну, конечно. Да, 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 да.